Последнее напутствие Евангелие от Иоанна, 14 глава, с 25 по 31 стих Сие сказал я вам, находясь с вами, Утешитель же, Дух Святой, которого пошлет Отец во имя мое, научит вас всему и напомнит вам все, что я говорил вам. Мир оставляю вам, мир мой даю вам, не так, как мир дает, я даю вам, да не смущается сердце ваше и да не устрашается. Вы слышали, что я сказал вам, иду от вас и приду к вам. Если бы вы любили меня, то возрадовались бы, что я сказал, иду к Отцу, ибо Отец мой более меня. И вот я сказал вам о том прежде, нежели сбылось, дабы вы поверили, когда сбудется. Уже немного мне говорить с вами, ибо идет князь мира сего, и во мне не имеет ничего. Но чтобы мир знал, что я люблю Отца, и как заповедовал мне Отец, так и говорю. Встаньте, пойдем отсюда. Размышления, часть первая. Приготовление. Евангелие от Иоанна, 14 глава, с 25 по 27 стих. Готовясь к тому, чтобы отойти, Иисус старается вдохнуть в своих учеников надежду. Жизнь этих людей совершенно изменилась, когда они оставили все и последовали за Иисусом. Они отказались от независимости и начали полностью полагаться только на Его слова. Они отвергли мир денег ради Господа. Они перестали искать физической безопасности и стали уповать на Него. Понятно, что когда они лишатся привычного источника мира и руководства, у них появляется смятение. Понимая, какая пустота останется после Его ухода, Иисус снова обещает послать им Святого Духа, который пребудет в них. В этом отрывке Он указывает на две задачи Святого Духа – напоминать Его слова и давать Его мир. Если вы утратите Иисуса, то с чем останетесь? Будет ли у вас без Него чувство направления мира, защищенности и надежды? К счастью, Иисус обещает никогда не оставить нас одних. Размышления, часть 2. Когда смущается сердце. Евангелие от Иоанна, 14 глава, с 27 по 31 стих. Иисус повторяет «Да не смущается сердце ваше». Он опять воодушевляет учеников надеяться и ожидать, что Святой Дух заполнит пустоту и сгонит страх и направит их по жизни. Теперь Святой Дух живет в нашем сердце, напоминая, что нужно ждать и верить, что однажды мы окажемся в объятиях Христа. В этой жизни мы будем скорбеть от различных искушений, но в нашем Спасителе Иисусе у нас есть упование живое. 1 Петра, 1 глава, с 3 по 6 стих. Благодаря Его жертве мы стали возлюбленными Божьими детьми, и Он обещает вернуться за нами. Близится день, когда мы встретимся с Ним лицом к лицу. Ваше сердце смущается? Успокойтесь, попросите Его о мире и примите мир. Вы в замешательстве? Начните опять полагаться на Иисуса. Попросите Его дать вам ясность среди хаоса. Молитва. Дорогой Иисус, Ты – князь мира, путь, истина и жизнь. Я отказываюсь от всего, что конкурирует с Тобой. Пожалуйста, помоги найти покой, доверяя Тебе и следуя за Тобой. Во имя Твое я молюсь. Аминь. Молитва. ald�ва. Продолжение следует...